25 июня этого года я прохожу свой хардос Sonic Wave и получаю огромную пыль в глаза, ведь я прошел топ 40 демон всего за 3000 попыток. Вейвы были для меня просто элементарными. Почему же я назвал это пылью в глаза? Дело в том, что вейвы Sonic Wave я тренировал еще несколько лет назад, и как оказалось, умение в них играть прошло сквозь время. Да и уровень, который был выбран для следующего прохождения, не чуть-чуть сложнее Sonic Wave. Он сложнее Sonic Wave в раза три. Сказать, что я задолбался? Абсолютно ничего не сказать, господи. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы роды горды, инспекция, лейтенант политика, а мы тоже. Но моя история с Акватиком началась раньше, чем я начал записывать эту серию. Поэтому отправляемся туда. 26 июня, следующий день после того, как я прохожу Sonic Wave. Я делаю опрос на этом канале, мол, что мне дальше пройти? И во всех вариантах я был настолько уверен, что подумал, что пройду, ну, максимум за 7 дней. Вы выбрали Акватик. И я запускаю стрим. Стрим, как вы видите, идет целых 6 часов. Если вы думаете, что я там много чего натренировал, то я не натренировал ничего. Поехали. Соберется человек 40. Я уже начну вам рассказывать, что-то говорить. Мы не просто так тут собрались. А начать я хотел с новости о том, что же в следующем мы будем проходить. Вы видите, у меня каталайз ЛДМ, пройденная практика. Вы видите, снова каталайз ЛДМ. Но проходить мы будем не каталайз ЛДМ. А сейчас вы, в принципе, узнаете, что мы будем проходить. Вернее, я узнаю. Я. Что я буду проходить. У меня есть второй канал Лей. И тут я в сообществе, которое у меня недавно открылось, впервые сделал опрос, что мне проходить дальше. Там был вариант. Пока что туда не перехожу, чтобы не палить ничего. Типа сразу не увидеть результаты. Там был вариант номер один, гамма, которую я хотел пройти еще на айпаде. Да? Да. Верно, верно. Правильно, правильно. Вот. А я ее тоже тренил. Типа там прогрессия 65100. Еще что-то там на тренинге. Вот. Дальше. Второй вариант. Каталайз, который я тоже, в принципе, умею играть. Ну, я уже его забыл. Судя по сегодняшней практике в 180 попыток. Ну, неважно. Дальше. Следующий вариант. Квантум процессинг, который я тоже чуть-чуть умею играть. И совершенно незнакомый мне акватик Аврорас. Аврорас. Мне его посоветовал и ВАВ. А теперь итог. Что же я буду проходить? Как вы думаете, вот просто не заходя туда, скажите, что из перечисленного, скорее всего, выбрали вы? Акватик? Квантум? Гамма? Или каталайз? Акватик? Ну, больше акватика, да. Походу, вы надо мной издеваетесь. Да неужели? За что, блядь? За что, блядь? Ну, а дальше я начал тренировать уровень и сказал одну вещь. Просто которую невозможно переслушивать без фейспалма. Блин, ребят, тем не менее, тем не менее, то, что я тут каждый раз, в каждую попытку умираю постоянно, это в любом случае только начало. И в любом случае, давайте я уже просто, такой мега мотивированный после Соник Вейва, просто скажу, обращаюсь, вот хелбалон, вот запомни просто мои слова. Да не только ты, все запомните мои слова, в принципе, кто в чате, потому что я действительно бит на это, ну, за дня 4, за неделю, буквально у меня есть на этой неделе. Я вам, наконец-то, покажу богатырскую свою силенку, реально грохну этот левел. Серьезно, вот дайте мне дня 4, и вы уже будете смотреть на большие рекорды. Это нужно быть попить-купить, вот. А, да какие деньги работники Delivery Club покупают? Гиду, я не понимаю. А какие, вообще? Это какой-то трэш. Ну нахуй. Пиздец, за голден проще. Серьезно, я не знаю. Да он неровно идет. Вы видите, блять, это? Он въебывается в угол до того, как ляжет. Он не лежит. Я по сути, блять, проходжу, сейчас сижу, фрейм перфекты. У меня, блять, вейв не синхронизирован. Смотрите, они в разных точках умирают. Пизда, блять. Десять тысяч, сука. Старпост, старпост, блять. Потому что это такая хуйня. Пиздец, еще труднее стало играть. Почему Лимерик все еще в звонке? Типа, смотрите. Лимерик еще в звонке. Я могу присоединиться. Я как сбросил, он до сих пор там висит. Вам надоело читать этот унылый текст. Вам надоело смотреть на эти нарезки со старых стримов. И теперь я тут. И на этом прошлое, и скукота кончается. Ведь мы переходим к реально полноценной серии по акватику. И сейчас я поднимусь по вот этой вот лестнице. Выйду отсюда. И каждая серия, каждая серия по тренировке, не важно, там ты начинал играть, не начинал в него, не играл никогда, должна идти всегда с практики. И поэтому сейчас я комплитну вот эту вот практику. Что-то у меня не очень сильно получается. У меня вообще ничего не получается. Всем пока. А, нет! Увидимся, не знаю, через час, через два. В любом случае, пройдет секунда. Сказать, что я задолбался? Абсолютно ничего не сказать, господи. До 7 тысяч попыток я еще что-то как-то играл. Кто-то совсем долбанулся, уже ничего не понимаю, что нажимаю. По итогу вообще практика пошла в обратную сторону. Я начал играть хуже и подумал, подумал, все, хватит с меня, господи. 8 часов. На самом деле я сижу за компом и, в принципе, он включен намного дольше, потому что, когда я покушать отходил, я как бы ставил на паузу. И время, как бы во время этой паузы, оно в принципе не засчитывалось, сами понимаете. Оно не шло. А именно 8 часов это геймплея. Господи. Ну, я прошел второй вейв. Да, я прошел второй вейв целиком. Третий вейв целиком. Я очень хорошо натренировал первый вейв, но пройти его почему-то не удалось. Но, тем не менее, я делал очень много тренировок. Я считаю, я считаю, очень сильно надрочил начало, прям самое начало. И, господи, а хватит, Авророс. А хватит, Авророс. Я посплю, я к тебе вернусь. Я еще нырну. Не наигранный зевок. Ставь лайк, если я тебя забайтил позевать. Давай вместе. Да чем я занимаюсь? В общем, всем доброе утро. Без лишних слов. Да с лишними словами. Всегда с лишними словами нужно уже поговорить. Я же с вами. Так что давайте новости по Акватику. Вернее, новостей нету. Поэтому планы. Сегодня я хочу пройти третий вейв. Но он легкий. Поэтому я пройду его до хрена раз. И вам покажу, в принципе, как я его прошел. Потом второй вейв. Он уже посложнее. Но я его проходил раза два. И тоже опять пройду и покажу вам. А потом мы будем играть с нуля. Поехали, елки. Давай, называй мою часть. Да-да-да-да-да. Пятьсотый раз уже этот прогрозил. Пятьсотый раз. Ну а дальше просто полюбуйтесь, как экшен у меня записал ГДшку. Ну сразу же, блин, я дальше доходил. Ладно, шестьдесят четыре. Хорошо на запись. Господи, хорошо на запись, да, братан. На хорошую запись записал. Меня просто выбило от этого в истерику. Я впервые за всю жизнь сказал что-то типа, ммм, на запись там поставил прогресс. И сука, вот запись, блядь. Просто блэкскрин. Для тех, кому интересно, это случилось из-за того, что ГД уже была захвачена программой ОБС. И поэтому экшен не смог захватить повторно. Ну ладно, я снова в менюшке Акватика Аврораса. И, в принципе, второй вейв пройден три раза уже. Третий вейв пройден просто дофигищу раз. И что делать? Конечно же, сейчас я, в принципе, зайду сюда. Не уберу авторетри, зачем я это сделал, без разницы. И пойду в нормал мод. Вы все прекрасно видите, что я сделал. Ну а дальше случилось то, чего я вообще не ожидал. И вы тоже не ожидали этого. В общем, такие уровни, как Акватика Аврорас, они, в принципе, нацелены на то, чтобы конкретно делать прогрессы. То есть, не на какие-то веселые комментарии во время прохождения. Потому что, что мне комментировать? Тысячную смерть подряд на одном и том же месте. Сами понимаете, что тут комментировать нечего. Поэтому вставляются только самые интересные моменты. Но тут момент не просто интересный. А из ряда вон выходящий. И случился он из того, что я сказал до этого. То есть, когда я не комментирую, я, в принципе, ничего не говорю. А значит, можно и включить музыку. Погромче. Что? Ко мне кто-то постучался. Во время игры в Акватик, меня не покидало чувство, что кто-то стучится. И тут я снова слышу стуки и иду туда. Захватив с собой телефон, который в дальнейшем будет записывать все звуковые фрагменты, предоставленные в видео. Потому что компьютер с его микрофоном был уже далеко. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы в Акватикарде, инструкция, лейтенант Польска, а мы тут. И как оказалось, соседка снизу сначала мне стучала по батареям. Я этого, естественно, не слышал. А потом, из-за того, что я ее просто взбесил, она взяла и вызвала обор. Не собор, а обор. Можете загуглить, что это за оперативники такие. И дело в том-то, что эта бабулька настолько начала психовать, что называла меня бандитом. Вот вы объяснение написали, что просите помочь, да, разобраться? А заявление не пишете, как не пойдет. Ну, не разбирайтесь. Я сказала, я приеду через полмесяца. Мне в четыре утра... Ни в че не буду переписывать. Че, без бандитов на нос, на нормальных людей. Заметили? Она сказала в четыре утра. Время было, блядь, семь. Вечера! Я очень сильно жалею то, что многие моменты, в принципе, я не заснял. Я, то есть, не заснял, не записал. 90% я говорил все как есть просто. И она на каждое мое слово кричала, что я вру. Я повторял ее же слова, на что она кричала, что я вру. В общем, это абсолютно гений, который просто туда-сюда ходил. А еще, когда уходил из моей квартиры, походу спиздил мои наушники, которые были на холодильнике. Я их до сих пор не нашел. Я отвечаю, эта злая бабка сделала это. Назло. Ну так вот, вы сами должны меня понять. Потому что, когда к вам приходит полиция, во-первых, меня поймали на неожиданности. Во-вторых, ну попробуйте снимать полицию в открытую. Рискнете вы это сделать? И какая реакция будет у этих правоохранительных токсиков? А их еще было даже два. 41%. Это получается с нуля до второго вейва. Второй вейв, от него я доходил до третьего. Третий вейв, его я кучу раз проходил. Акватик Аврорас пройден в три рана. Поздравьте меня с этим, это было действительно сложно. И у меня 30 тысяч попыток. На таком числе я заканчиваю эту, в принципе, первую часть. Покатику Аврорасу и тут вы скажете... Какого черта? Почему в этой серии, во-первых, она короткая? Ну, во-вторых, почему так мало всего? То есть была полиция, была какая-то там бабка, были какие-то рекорды, но было все-таки так мало вот этого геймплея, вот этого изобилия игры в Geometry Dash. Почему так получилось? А я вам скажу, в принципе, Акватик Аврорас это огромный, это большой демон. Это демон с большой буквы, с двух больших букв. Акватик и Аврорас, построенный большим игроком End Level, находящийся в большом топе на большом месте и имеющий большую сложность. То есть, в принципе, это было просто какое-то предисловие. Обычное предисловие, в которое я показал в виде изложения все, что было за этот месяц игры в него и прочие события. Поэтому у каждой книги большой есть предисловие. Поэтому влепите свой большой лайк, мне пора по-большому. Боже, я сделал худшее прощание!